Что есть компьютер? Несмотря на то, что история вычислительной техники достаточно далеко уходит в историю человечества, и можно начинать буквально с простейших систем счисления, узелковых всяких средств, или есть такая штука, называется АБАК. Это не значит, что такое. АБАК. Это то, что на Руси стало называться счеты. А было еще в Риме и до. Римский АБАК выглядел как часто каменная плита с бороздочками, и на ней камушки передвигались. Такое вот рыночное средство счета. Но тем не менее, все вот эти калькуляторы, которые делали, затем стали делать механические калькуляторы. Известно там, ну я сейчас пропускаю там много чего, да, я сейчас напишу сразу Паскалину. Блеск Паскаль сделал машину, которая называется Паскалина. Это механический калькулятор. Если вы себе представляете, как велосипед перещелкивает разряды, да, вот есть такие щетчики, такие статус советских велосипедов, которые считают 2 метра. У него крутится шестереночка, она раз, щелкает, потом этот разряд, когда переходит с девятки на ноль, щелкает следующий разряд. В общем, на шестеренках можно сделать простые арифметические устройства. Ну и вот Блеск Паскаль еще когда-то давно такую штуку сделал. Потом это дело усложнялось. Их назвали вот эти калькуляторы арифмометра. Их много было. Ливница. В музее истории ФТИ стоит арифмометр. Я закончу эту историю Феликсом. Арифмометр Феликс, которым пользовались фистехи в 50-х, даже 60-х годах, вычисляя свою арифмометр работу. Такая машинка черная, с ручкой такая. Выставляешь числа, хрясет, она тебе вычислила. Перемножила, вычислила, разделила. Это быстрее все-таки, чем в столбик. И этим реально пользовались. Более того, первые вычислительные комплексы в закрытых городах Советского Союза представляли из себя комнаты с женщинами. Женщины сидели в залах вычислительных. Перед этим ученый физик задавал задачку на расчет. Но это касалось, в первую очередь, оборонки, атомных взрывов, моделирования полета ракеты. Ракеты моделирования в расчетах взрыв самого процессов и так далее. Ну и эти процессы нужно было рассчитывать. Там все не решается на бумаге. И женщины... В итоге все это сводилось к вычислительным схемам. В вычислительные схемы в линейной части уже действия. Сложение, вычитание, умножение. И вот, крутили на вот этих вот феликсах. И все это дело страшно трещало. Я встречался один раз с женщиной, которая работала в таком вычислительном комплексе в качестве ЭВМ. Естественно, это очень дорого. Это медленно. И как только появились первые ЭВМ, стало здорово. В чем особенность ЭВМ? Вот это все, это калькуляторы. Да, вот законное продолжение этого дела, это калькулятор. И все, финиш. Тем не менее, уже начиная с механических средств, то есть вот, собственно, эльфометры Паскалина, есть один экземпляр, который мы называем прото-ЭВМ. Она не электронная, даже не электрическая. Это разностная машина, так называемая, разностная машина Чарльза Беббиджа. Вот этот ученый английский придумал следующее. Программируемый механический калькулятор, который выполняет не одно действие, а последовательность действий. То есть в него закладывается, собственно, алгоритм. И первая программистка, его помощница и слушательница его лекций, Ада Аглавлис. Ну и как она известна, да, первая программистка женщина. Следующая, она была построена, малая разностная машина, большую он строил всю свою жизнь, не доделал, к сожалению, потому что технические средства оказались... Это 19 век. 19 век. И в начале 20 века появились машины... То есть это уже, можно сказать, какое вот... Почти ЭВМ, да? Минус первое поколение ЭВМ. Нулевое поколение ЭВМ. Электрические вычислители машин. Не электронные еще. Это, так называемое... Ну, я напишу, Конрад Цузи. Это человек достойного упоминания. Это немец. Который собрал буквально в гараже, точнее на столе в квартире родителей, собрал первую ЭВМ. Она была примерно такого размера. Опять же, можно в Википедии посмотреть, на фотографии. Вот эти машины он называл Z. У него фамилия на Z начинается по-немецки. Z1. Вот. Этих машин было много. Z1, Z2 и так далее. На чем их он делал? Давайте я уберу Z2 и напишу, что эта машина релейная. Релейные компьютеры. Он попал в книгу рекордов Гиннесса, этот Конрад Цузи, по многим параметрам. Он первый придумал арифметику с плавающей точкой. Ну, собственно, первый использовал двоичную систему счисления в вычислительной машине. Вот. Ну и... А, что такое реле? Это электромеханическое средство запоминания, в котором сердечник перещёлкивается, но перещёлкивается он магнитным образом. Электромагнитным. Вот за счёт этого реле может запоминать состояние 0 или 1, да, и так далее. Вот. Собственно, ЭВМ. Поколение ЭВМ мы сейчас пишем. Да, вот. Я сейчас вот эти вот калькуляторы уберу и напишу заголовочек. Поколение ЭВМ. Поколение ЭВМ. Первое поколение ЭВМ это... Ну, теперь я уже не буду упоминать там название. Слух только скажу. Это так называемые ламповые. Ламповые ЭВМ. В данном случае, первый это американский ЭНИАК, представитель советский это МЭСМ, малая электронно-осчётная машина. Вот. В Англии тоже были такие. Чем плохи лампы? Они перегорают периодически. А для того, чтобы сделать ЭВМ, вот этих вот элементов нелинейных, нужно огромное количество. Поэтому вероятность перегорания очень высокая. То есть она работает несколько часов, какая-то лампочка горит. Идём, меняем лампу, меняем блок и так далее. Надёжность невысокая. И скорость работы не превышала, по-моему, 1 Мегаперца. С изобретением транзистора. Да, ну я всё-таки сделаю какое-то изображение, чтобы вам было понятно, как это выглядит. Да, то есть это лампы, вот такая вот, в которой там, как это там, сеточка анодная, катодный там подогреватель. В общем, как эта начинка. Да, и вакуум для того, чтобы электрон в свободной берке. Вот. Транзисторный ЭВМ. С изобретением транзистора. Стала работать техника намного надёжнее. Это у нас 71-72, где-то год, по-моему. Нет, может чуть раньше. Нет, по-моему, где-то там. Произошла компактификация. То есть, если на этапе ламповых ЭВМ компьютер занимал площадь вот этой нашей аудитории примерно, а мог и несколько этажей, собственно, занимать целые здания, то транзисторный ЭВМ – это уже, ну, набор шкафов, вот как я нашел несколько дусов. То есть, это существенно… Ну, что такое транзистор? Я нарисую сейчас классический болевой транзистор, вот такой вот с тремя ногами. Ну, или его изображение, вы, наверное, знаете. Его изображение, да? Вот, а затем последовало, что миниатюризация дальнейшая. Оказалось, что достаточно удобно накладывать этих транзисторов сразу пачками в неких готовых конструкциях в сборные логические схемы. Собирать цельные логические элементы – это логическое И, логическое ИЛИ, триггер, который запоминает состояние 0.1. Вот, и стали называть, собственно, ЭВМ. Это реально была революция, потому что вот этих вот шкафов компьютер приобрел размер, ну, можно сказать, такого, вроде себе настольного. То есть, это вот корабель, сейчас вот компьютеры, они вполне похожи уже, да, мониторище, но вполне, вот, собственно, размер компьютера, он стол. Соответственно, называется на интегральных схемах, да, или давайте вот так, ЭВМ на интегральных схемах. Вот, ну, на них сейчас до сих пор паяют энтузиасты, я тут нарисую логическое И, чтобы было понятно. Вот, у меня был такой компьютер на интегральных схемах, в нем только одна была сверхбольшая интегральная схема, ну, или, может быть, парочка. Поэтому он, в принципе, был уже не третьего поколения, на самом деле, а все-таки он был уже четвертого. Четвертое поколение, это когда появляются то, что мы называем сейчас чипы, ну, или сверхбольшая интегральная схема. ЭВМ на СБИС, сверхбольшая интегральная схема. Ну, или вот эти вот, типичный пример сверхбольшой интегральной схемы, это микропроцессор или микроконтроль. Чем отличается микропроцессор от микроконтроллера? Вот так, не знаю, сейчас узнаем. Так. Двигаемся. Дальше. Итак, в 50-х годах, на этапе, прошу прощения, в 40-х годах, где-то в 43-44 год прошлого века, когда еще первый компьютер не был сделан, или нет, нет, не помню, но он в 45-й, первый вот этот дняк сделали в Америке. Но тоже в Америке Джон фон Нейман вместе с коллегами написал статью, собственно, статья, как она там называлась, основы построения там конкретного компьютера, который они проектировали. Но так сложилось, что именно вот эта статья, именно те принципы, которые он заложил, являются, явились базовыми для построения всех последующих компьютеров. Первый ламповый ЭВМ, первая ламповая ЭВМ, ЭНИА, работала в десятичной системе числений. Для числений машины это оказалось неудобно. Итак, собственно, принципы фон Неймана. Первый принцип. Это принцип программируемости. Хотя там по-другому выражено. Отличие калькулятора, компьютера от калькулятора в том, что компьютер программируем, он выполняет последовательность действий. Так, он выполняет не одно действие, а последовательность действий. Принцип два. Принцип двоичности. Что это означает? Что данные хранятся в двоичной системе числений. В двоичной системе числений. Но не только. Команды программы тоже должны быть закодированы в двоичный код. Я напишу по-английски. Ну или давайте вначале по-русски, да? Но по-русски он называется не совсем так. По-русски он называется машинный код. Такова традиция употребления. Машинный. А в скобках напишите двоичный. Двоичный код. А по-английски, собственно, он называется именно так, как и должен. Binary. Binary code. Бинарный. То есть двоичный. Это не совсем двоичная система числений, хотя все ноликами и единичками записано. Ну просто закодировано, но ноликами и единичками. Понятно? Да, то есть команда не есть число. Это команда. Получается, что у нас данные и команды, они в принципе однородны. И те, и те прекрасно сохраняются в памяти. Это принцип последовательного программного управления. Прошу прощения. Я здесь же напишу третьим принципом. Одназад. Третий, другой напишу. Однородность памяти. Однородность памяти. Что это значит? Это значит, что код, машинный код, но я по-русски напишу, машинный код, и данные, то есть числа, с которыми оперирует программа, лежат в одном устройстве памяти. В одном устройстве памяти. Четвертое. Про устройство памяти. Собственно, здесь легче вам уже сказать, современными словами, он описывает оперативное запоминающее устройство. Память произвольного доступа. Памяти. Единое адресное пространство. Адресное пространство. Я сразу напишу оперативное запоминающее устройство. ОЗУ. Надо сказать, я еще поясню это сегодня, что английское название в этом случае более точное. R-A-M. RAM. Random Access Memory. Память произвольного доступа. Несмотря на то, что во времена, когда Джон фон Нейман пишет, это еще времена до ламповых ЭВМ, и там ламповые делаются, да, он там проектирует ламповые ЭВМ, а в качестве устройства для запоминания использовались перфоленты, не магнитные, а это лента с дырочками. Лента, в которой дырочки означают, там прокол означает, что там как бы единичка, да, ну или что, там нет прокол. Ну или наоборот, в общем, перфоленту. Перфокарпи перфоленту. И устройство хранения, это обычно представляло из себя что? Бобину. Бобина, собственно, с перфолентой, ее мотает, как магнитофон старый, мотает ее, да, и доступ непроизвольный. Последовательный доступ намного быстрее. А если вы хотите представить себе, как на старой кассете, если кто-то их видел, вам нужно прослушать первый трек, потом 17-й, потом 3-й, потом 18-й, потом 4-й, вам придется все время мотать. Да, Бобину. Перемотал, 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 перемотал. Вот это два требования, которые он требует, они противоречат тому, что было тогда. То есть он заявил о том, что это надо. Существует другая архитектура, которая именно вот в этом месте, именно вот в этом месте, и вот в этом можно сказать тоже, она противоречит архитектуре фон-нейм. Она говорит так, машинный код будем хранить в одной памяти, а программу, да, просто программу в одной памяти, а данные в другой памяти. Или, короче говоря, две бобины. Тогда мы и программу считываем последовательно, действия, которые необходимо выполнить. И данные у нас тоже там находят, ну, мы чуть-чуть вперед-назад мотаем, но нет проблем. Понятно? Вот, это как бы, она лучше подходит под старые виды устройств, а кроме того, есть определенная надежность. Мы никогда не перепутаем выполняемые команды с данными. Логично? Ну, вот это гарвардская архитектура, она, кстати, отличает микропроцессор от микроконтроля. Микропроцессор обычно называется то, что работает с одним устройством памяти, где и команды, и данные хранятся. А микроконтроллер, он разделяет это разное устройство для команд и для данных. Так, ладно, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Это вопрос о том, как выполняется программа. Программа по Джону Фон Неймону выполняется последовательно, то есть команды, вот эти вот, или называется принцип последовательного программного управления. последовательное программное управление. Или, короче говоря, двоичные входы, которые лежат в оперативной памяти. Я назову это место словом коды, ну, потому что, понятно, это одно место памяти, а данные будут лежать в другом месте, которое я назову словом данных. А по-английски, вот, кусок, называется сегмент. А вот, так и будем говорить. Сегмент кода, сегмент данных. Так вот, команды лежат последовательно друг за дружкой. И выполняются последовательно друг за другом. То есть после выполнения предыдущей команды выполняются следующие. Примитивно, логично, понятно. Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Хотя тут уже нет. Если у вас какой-нибудь токарный станок, и вы в него записали программу, то вы можете поставить заготовку, нажал кнопку. Пошел пить чай. Вернулся, снял деталь, поставил заготовку, нажал кнопку. То есть даже прилетивное выполнение действия последовательно уже не плохо. Позволяет автоматизировать выполнение программы. Однако, хочется чего? Хочется реализовать циклы. Ну, если вы в школе сталкивались с блок-схемами, то понятно, что вот так вот любой алгоритм не описывает. И хотелось бы иметь возможность перехода. Но если переход будет безусловный, то у меня программа нацепится. соответственно, переход должен быть какой? Условный. То есть в некоторых ситуациях программа выполняется дальше, а в некоторых она перескакивает на нужную инструкцию. Вот каким-то номером. Понятно, да? Ячейки, которые вот здесь вот в памяти лежат, имеют адреса 0, 1, 2, 3, 4 и так далее, независимо от того, как они используются. Минимальная адресуемая ячейка называется байт. Минимальная адресуемая ячейка байт. Она мелкая, в ней целых 8 бит, но каждый отдельный бит своего индивидуального адреса не имеют. Они как бы 7 бит лежат в карантинной памяти. По 8 штук. Естественно, что среди них есть старший бит в байте, младший бит в байте. Ну как в числе. Младший разряд, старший разряд. Кто бы их там всегда возил? Если бы каждая команда занимала ровно 1 байт, то дело было бы у, да? Различных команд у процессора могло бы быть всего лишь 256. Ну, потому что по комбинаторике у нас 8 бит. У нас 2 комбинации умножить на 2 и так далее. Получается 2 в степени 8. 256 различных комбинаций. Мало этих команд для реализации нормальной веятельности процессора. Поэтому, естественно, команды занимают не 1 байт, а столько, сколько надо. Может 1, может 2, может 4. это называется неравномерное кодирование. Про него мы еще когда-нибудь поговорим. Но, в любом случае, пункт номер 6 это условный переход. Необходимость условного перехода. Условный переход. Ну, вот при вот этих собственно принципах если компьютер удовлетворяет, то можно сказать, что он построен по фон-неймановской архитектуре. У нас развенел звонок. Я вас отключу, если вы мне пообещаете через 2-3 минутки вернуться. У нас больше начала. Хорошо? Давайте отдачу. 3 минуты. Пауза неожиданная. А тут я не знаю. А тут можно паузу нажать? Ну, просто берешь и включаешь и все. Так и называется в частности. Ближе, может, ты будешь нас лекции нести? В 9-ом классе вместо геопо-информатики делаем приз натошку по развитию ученики. Ого, молодец! Геопо-информатики тоже геопо-информатики нести. Ну, собственно, это мой позвоню и автоматики закачиваются. Ой, где надо было стереть доски. Ну, так плохо. Красивка. М? Красиво. Да. Так, поехали. Как устроить теперь компьютер? Тут как-то вкратце, очень по-простому. По-хорошему можно целый семестр читать вам, начитывать архитектуру компьютера. У нас факультет, который не является специальным в IT. Вам надо просто быстро в них, чтобы понятно было, что есть в вашей программе. Итак, давайте с вами как-нибудь рисовать. Во-первых, самое главное устройство в компьютере это центральный процессор. Центральный процессор unit или центральное процессорное устройство. Оно не является монолитом, хотя оно делается как сверхбольшая интегральная схема на единой подложке, но я делаю логическое разбиение. В нем есть устройство управления. Я напишу ууу, потому что места мало, чтобы было крупно видно. Устройство управления. Оно умеет интерпретировать оно умеет интерпретировать собственно команды машинного кода то есть вот эти нолики единичные которые требуются интерпретировать и что понуждает тем или иным образом действовать арифметико-логическое устройство АЛУ арифметико-логическое устройство это набор сумматоров мультипликаторов всяких логических преобразователей инверторов и так далее которые умеют молоть арифметические действия но естественно что арифметико-логическое устройство должно молоть их над какими-то конкретными ячейками чтобы числа сложить в калькуляторе должны ввести в калькулятор вот так и здесь чтобы собственно АЛУ как некий калькулятор оно в каком-то смысле не программировано оно есть калькулятор, который пользуется процессом встроенный в него можно так сказать так вот оно умеет работать над так называемыми арифметическими регистрами несмотря на то, что они сейчас называются по-другому я назову их так это 286 поколения 286 интела иначе мне придется более длинный писать АХ БХ ЦХ ДХ и ЕХ еще раз сейчас и больше современное количество регистров больше сотни у процесса я вам не буду писать больше сотни да? логика понятна логика понятна и АЛУ может выполнять некие простейшие действия естественно что если я сейчас запишу какую-нибудь там комбинацию моликов и единичек и скажу что вот это вот означает для процессора сложить АХ и БХ и результат положить в АХ то вам будет трудно закомнить правда? поэтому существует мнемоническое обозначение это машинный код команды а хорошо бы читать его хоть как-то да? вот чтобы визуализировать поэтому существует так называемый язык ассемблер ассемблер это человекопонятное изложение машинных кодов ну например я напишу added АХ запятая БХ это означает взять содержимое регистра АХ сложить с БХ и результат положить в АХ правда есть разные нотации ассемблера есть там НАСУ есть ГНУ ассемблер у них по-разному там из АХ БХ разные обозначения потому что ассемблер это вещь которая может быть ну буквально можно сказать по табличке табличка совместа читаем вот это фишем машинный код она может быть скомбилирована в каком-то смысле вручную мы можем взять и вот бумажка на которой написал программу естественно что нам вот этих регистров нормальных чувствительных действий не хватит ну и собственно и команды нам нужно из этого брать устройство я его уже назвал в принципах это оперативное запоминающее устройство поскольку мне надо там адресочки рисовать я его длинным и высоким нарисую и располагать ячейки буду скепу вниз вот понятно и допустим у меня какая-то да у меня есть какой-то так называемый кэш команд кэш команд то есть кусочек оперативной памяти команда скопирована сюда каким-то образом попала сюда да и устройство управления отсюда их считывает не напрямую эти устройства они на материнской плате разделены достаточно далеко теперь собственно место материнской платы как связываются друг с другом ЦПУ и АЗУ они связываются друг с другом через собственно проводок электрический если бы этот проводок был один то за одну условную секунду ну за один такт мы могли бы передать сколько информации но если двоично передавать есть сигнал нет сигнал один бит это очень долго естественно что возникает сразу желание какое положить не один проводок а целую шину так называемую то есть вот этих проводков наложить столько сколько нам надо ну хотя бы 8 штук чтобы можно было байты целиком за один такт а собственно для передачи необходимо что тактовая частота которая задается генератором частоты я не буду рисовать но есть некий генератор частоты я вам вот так вот обозначу а вот проводочки от него идущие рисовать не буду ну скажем так я вам нарисую что он генерирует как удар в такой серб достаточно часто вот эта частота она определяет ну во многом скорость скорость работы лишь бы шина успевала за это время реально как это она же емкость имеет она должна успеть поднять напряжение а то тут раз уже новая частота пришла она только подняла единичку ноль не должен чтобы физические характеристики ее емкостные и индукционные позволяли передавать соответствующую частоту информацию поэтому частота шины не должна быть слишком большой то есть у нас скорость передач по шине определяется чем это битность давайте так не свойствуем а характеристики шины но это лучше может даже не здесь это не загрязняйте не загрязняйте это пространство значит там еще понадобится характеристики шины это что частота и битность и битность то есть сколько бит одновременно можно передавать и сколько герц герц то есть конечный количество передачи в секунду чтобы не загрязнять рисунок я вот это все множество проводков буду символически обозначать одним проводком один проводок и назову эту шину шина данных шина данных собственно именно она будет нами использована для передачи данных оттуда сюда отсюда туда то есть например выполнилась команда это да xbx а после этого я хочу сохранить значение регистра ах в каком-то месте памяти и я указываю мол какой-нибудь там адресочек f5c3 почему я пишу такими ладно пока сотрем 3786 это какой-то номер какого-то байта оперативной памяти и запятая ах то есть я вычислил результат и кладу туда процессор должен скомандовать оперативной памяти о том что он туда записывает как это сделать для этого требуется хотя бы один дополнительный проводок который будет ноль если я считываю и единичка если я записываю ну или наоборот этот проводок реально нужен без него никак поэтому я его назову целой шиной сейчас объясню потом почему потому что это на самом деле будет не один проводок назовем это шина управления шина управления потому что может возникать какая ситуация что процессор командует память записывай память считывай что я тебе пишу и сохраняй дальше вот такой вопрос подождите но ведь я же сейчас вот этой командой мол указываю одновременно куда и что получится что мне требуется не один так а два такта на одну операцию правда в начале я через шину данных говорю куда в том что вторым тактом неэкономно время тратится давайте давайте сразу передавать и данные и адрес куда это сохранять для этого мне потребуется соответствующая еще шина еще куча проводков можно уже даже для 8-битных процессоров можно себе представить 8 проводков тут минимум один тут и еще 8 нам хватит 256 байт памяти пожалуй нет 256 байт памяти это уж совсем мало 256 байт это информация содержащаяся 256 символов русского алфавита например несколько слов пара предложений нам точно не хватит ее количества значит нам надо пространство адресов чтобы оперативная память запоминала ну хотя бы тысячи там 2-10 тысяч ну 60 тысяч ну ближайшее число которое вот более-менее это 2 байта 16 бит вот если я 2 в 16 различных адресов буду использовать то адреса тоже надо будет хранить в памяти вот если адреса памяти будут 2-байтными то жить будет чуть легче но шина адресов должна тогда уже быть 16 и так еще раз ну и данные шину данных наверное все-таки тоже можно поднять до 16 16 16 и даже 32 проводка еще шина управления сколько-то проводков можете себе представить как это выглядит это вот огромная куча проводков которая собственно и есть материнская плата материнская плата это вся вот эта коммуникация шина данных шина управления и шина адресов или адресы третий шина третий шина составляет так называемый магистраль так ну что же у нас все вроде бы прекрасно да еще кое-что про регистра есть так называемый регистр IP с интернет протоколом это никак не связано это регистр который указывает на то место памяти какая команда сейчас подлежит выполнению и когда процессор выполнит устройство управления интерпретирует текущую команду то он будет запрашивать оперативной памяти по магистрали запрашивать следующую команду из-за там соответственно со сдвигом да то есть он меняет это число плюс один или плюс два сколько байт команды занимает на сколько байт он сдвигает и таким образом и обеспечивается благодаря этому регистру и его итерированию происходит собственно последовательное программное управление понятно да глобально понятно да теперь смотрите у нас вот это вот устройство оно прекрасно вычисляет вот и ну вот я вам показываю нечто да показываю и говорю это очень мощный компьютер скорость не знаю 8 гигафлопс да а там могу взять показать какой-нибудь еще а это еще еще миниатюрнее еще мощнее здесь 40 гигафлопс вы мне скажете ну Типа Федорович это же мел это камень почему мы верим в то что вот это вот это персональный компьютер а это нет только потому что у этого устройства есть что устройство ввода вывода нам вот тут вот не хватает собственно устройства ввода вывода нам надо как-то иметь возможность что-то туда заложить что-то оттуда считать но не в оперативную же память напрямую писать правда и не оттуда же считывать хотя во времена перфоказа вполне можно было все вам долго туда вы это делаете смотрите но на самом деле конечно надо что сделать сюда повесить еще устройство еще устройство повесить естественно что если все эти устройства начнут в разнобой пользоваться магистралью как попало кто хочу тот такой вольт вольтаж выставляет там да то будет бардак беспорядок и компьютер не сможет нормально работать поэтому командир один собственно процесса на самом деле не столько процесса сколько контроллер данной шины да контроллер это главная шина контроллер памяти но сейчас не будем его трогать будем считать что процессор там сам распоряжается вот а здесь клавиатура представляете все что я просто возьму клавиатуру прям проводками нажал букву и она прям на шине данных выставила ее код опять это что помешает поэтому происходит следующим образом устройство типа клавиатура такое достаточно примитивное оно подключено не напрямую а через контроллер контроллер который запрограммирован на четкие конкретные действия контроллер клавиатуры что он умеет он умеет точно так же как оперативная память осознать что обращаются к нему а как он осознает на шине управления ни один проводок который говорит читаем или пишем а там есть еще несколько проводков для того чтобы указывать адрес устройства на материнской плате адрес в рамках этой шины некий идентификатор единичка за оперативной памятью двоечка за контроллером клавиатуры троечка еще за каким-нибудь контроллером например жесткого диска hard disk drive контроллер так ну и соответственно от него уже подключен жесткий диск я его вот так нарисую видеокарта и так клавиатура работает в пассивном режиме то есть процессор говорит дай-ка я считаю с клавиатуры не нажал ли что пользователь то есть он поработал поработал а потом запрашивает контроллер клавиатуры что у тебя там в запасе он возвращает что жмет пользователь а теперь обратите внимание вычисления они же не мгновенные то есть процессор занят оперативной памятью прекрасным разговором пользователь нажал на кнопку процессор не заметил понимаете может такая статус сложиться что придумали очень просто контроллер клавиатуры занимается кэшированием то есть кэшер кошелек он берет и складирует некоторое количество нажат так что он запоминает есть буфер клавиатуры если кто-то когда-нибудь работал со старыми бесплатными компьютерами то пока он грузится можно успеть понажимать на клавиатуре быстренько и он начинает в момент когда буфер переполнен он начинает пищать о есть человек который это слышал это значит что буфер клавиатуры переполнен а процессор его еще ни разу не спросил жал что-нибудь пользователь или нет однако представьте себе что я попросил в процессор вычислить какой-нибудь там сотая числа фибоначи и он активно занят вычислением и он будет занят еще часика два а пользователь нажал на кнопку он хочет прервать этот процесс а процессор не интересуется он главный на магистрат ему неинтересно он не рассчитал я нажал случайно сотая а не десятая и он вычисляет я хочу отменить а он меня не слышит пользователь естественно что делает выкидывает компьютер в окно ну или нажимает резерв идет к производителю других компьютеров который придумал что который придумал механизм как пассивным устройством тем не менее достучаться до процессора прервать нормальный код вычислений от каждого контроллера устройства есть потаенный проводочек который идет опишем это коррупционной схемой к секретарю и несет конфеты говорит у меня начальнику дело это называется контроллер прерываний контроллер прерываний контроллер прерываний когда кто-то к нему стучится говорит у меня прерывание он что должен сделать он должен остановить ту деятельность которая занимает процессор но возможность передать вот здесь по сути только факт прерывания у меня дело а уж примет начальник не примет когда примет это его дело но факт того что прерывание случилось аппарат это называется аппарат потому что от аппаратуры контроллера аппаратное прерывание вот у меня дело что происходит контроллер прерываний не торопится прерывать начальник он смотрит если процессор выполняет обычные задачи рядовые то он конечно что он сразу прерываемся И что? А что должен выполнять? У процессора было какое-то конкретное значение в IP. То есть какая-то команда, которую сейчас следовало выполнять. А тут вдруг прерывание. Что это значит? Какую команду будет теперь выполнять? По номеру прерывания. По номеру прерывания. В самом-самом начале оперативной памяти. В так называемой таблице адресов обработчиков прерываний. Под номером один лежит, собственно, я бы звездочкой такую, снежиночками рисую. Это адрес обработчика прерывания от клавиатуры. То есть когда происходит обработка прерывания от клавиатуры, то процессор, начиная эту обработку, он разыскивает вот этот адрес в памяти, и этот адрес сохраняет себе в IP. Таким образом, выполнение начинается не по порядку, а оттуда, то есть он вместо вот этого адреса начинает выполнять команды обработчика. Обработчик. Там лежит его команда. А в нем, собственно, и написано, сходить по шине данных к контроллеру и плавиатуру, уже по нормальному каналу, широкополосному. Спросить, какая клавиша, не нажал ли он там escape, не прерывать ли деятельность случайно. Контроллцер. Догнали. Понимаете? Котом, вальд, делал. Что там за клавиша он нажал? Или это случайный взмах на клавиатуре, который можно игнорировать? Есть вопрос. А что ж... Подождите, а что с той нормальной деятельностью, которая была до того? Ого, она все, кранты? Или к ней мы когда-нибудь вернемся? Вообще, по-хорошему, обработав прерывание, надо как-то к ней вернуться, правда? Логично. А мы только что взяли и перезаписали, стерли содержимое IP. То есть этот адрес вроде бы забыт навеки. Откуда мы сейчас? Что мы только что выполняли? Он не помнит. Надо вот в первую, в главную очередь восстановить состояние IP. Правда, это на самом деле еще более серьезно. Представьте себе. Вот процессор имеет рабочий стол в регистрах, да? У него тут в регистрах разложены какие-то значения. И тут к нему врывается секретарь и говорит, начальник, прерывай. А, какой номер, ага, все разыскал. Начинает выполнять эти инструкции. Что это значит? Что он прямо, что называется, он спихнул то, что было со стола, да? И поверх того, что было в регистрах, начинает укладывать какие-то другие значения. То есть стирает старое состояние регистра. Даже если он сможет вернуться к тому состоянию IP, то дело откуда, потому что... А теперь возвращаемся к тому. Складываем вот это с вот этим, а там уже совсем другие вещи. То есть надо так, чтобы прерывание произошло незаметно для основного вычисленного процесса. Понимаете? Таким образом, нам требуется некоторое место складирования. И оно явно находится не тут. А особенно, если сказать так, что во время прерывания может произойти... Ну, представьте себе. К исполнителю пришел Тимофей Федорович, а там принимают в деканат. Пришел Тимофей Федорович, там был студент. Ну, работы со студентом прекращают, причем Тимофей Федорович, и ведомости принимают. А ну, вдруг приходит ректор. Более высокого уровня прерывания, оно должно приостановить прерывание предыдущего уровня. Соответственно, вначале заканчивается высокоуровневое прерывание, потом восстанавливается прерывание предыдущего уровня, а потом уже возвращается все к исходной деятельности, и все должно ровненько восстановиться. И это много-много, как бы, может быть, в несколько этажей. Соответственно, это место складирования явно не в процессоре. Процессора памяти для этого мало. Оно должно быть где-то в оперативной памяти. Соответственно, там должен существовать кусок, или по-английски сегмент, которым мы назовем сегмент стека. Стек. И когда происходит прерывание, то это стек заполняется снизу вверх. Ну, я по русской традиции адреса в оперативной памяти сверху вниз рисую. В американские там обычно наоборот, адреса снизу вверх рисуют почему-то в памяти. Ну, вот у меня вот так. Поэтому стек у меня будет заполняться от старших адресов к младшим. Вот так. В американской книжках наоборот. Так вот. У меня этот стек имеет некий уровень, который указывается регистром стек-поинта. Специальным регистром SP, который указывает местоположение вот этой вот верхушки стека. Сейчас стек-пуст был. И тут вдруг раз случилось прерывание. Стек SP вычитается, уменьшается на пару байт для хранения. Ну, 4 байта. Сколько это байт, необходимых для хранения адреса возврата. Адрес возврата. И когда обработчик завершается, прерывание, у него в конце звучит ассемблерная команда ред. Сокращение слова return. Вернуться. Команда return осуществляет следующее. Она берет с стека, то есть по адресу SP, берет оттуда эти парочку, там, 2-4 байта, сколько это там, надо, 2-4-8 байта. И копирует их в IP. Таким образом восстанавливается место, откуда надо теперь возобновлять работу. Понятно? Угу. Вот. Благодаря этому у нас восстанавливается идея. Кроме этого, ну, SP, естественно, повышается обратно, увеличивается до ССТЭК, обратно опустышается, после того, как ред выполнился. Что происходит дальше? Когда обработчик начинает работу, то вежливый обработчик делает следующее. Помимо того, что автоматически произошло при вызове прерывания, автоматически сохранился адрес возврата, он поверх него делает туда, в этот самый ССТЭК, еще сохраняет всякие регистры. И для этого есть специальная команда, которая называется PUSH. Ну, заготовленная удобная команда. Называется пихнуть в ССТЭК. PUSH AX. То есть, сохранить состояние AX в ССТЭКе. Туда же PUSH BX. Все состояния регистров запихать в ССТЭК, ну, не линейные все, но те, которые я собираю тропы. То есть, ту часть документов на столе, на которых будет разыгрываться действие обработки прерывания от клавиатуры, вот эта часть стола, я их беру аккуратно последовательно в стопочку укладываю, да, а когда я собираюсь уходить, то перед ред я их в обратном порядке оттуда достаю. Ровно в обратном порядке, да, то есть, я сам их укладывал, я в рабочей прерывании сейчас. Я их обратно достаю в обратном порядке. То есть, если происходили команды PUSH AX, PUSH BX, PUSH CX, то обратно, дальше делаем, что нам надо, это в рабочей прерывании сейчас, то в конце я делаю, что POP CX, POP BX, и POP AX, а потом уже ред. он достает ту карту, собственно, адрес возврата и переходит по нему. Понятно? Вот. Ну, вот так, в результате действительно получается, что обработка прерываний происходит незаметно для вычислительного процесса. Понимаете? То есть, у нас основной вычислительный процесс, процесс один, он шел, 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 потом хоп, прерывался, ну, я сейчас как бы на ноль его, да, а реально в это время начал обработать обработчик прерывания. прерывание там номер один. Да, оно, где-то идут раз, вот оно заработало, да, потом оно закончилось, этот процесс снова работал. И для него вот этого вот гэпа как бы и не было. Но он же не будет сидеть и замерять по таймеру. А не было ли случайно прерывания тут? То есть, для него как бы время получается, оно чуть-чуть разорвалось. Он заснул на секундочку. Раз, все нормально, а на самом деле прошло, там, может, секунда, ну, не секунда, но там, миллисекунда, микросекунда какая-то. Прерывания происходят очень часто. Прерывания происходят очень часто. Самые часто происходящие прерывания дает, ну, не сам генератор частоты, потому что это было бы слишком уж часто, тогда невозможно, потому что генератор частоты обеспечит некую базу, да? Не каждый же так прерываться, тогда же поработать сколько-то. но некий таймер, системный таймер, каждый н микросекунд, ну, наносекунд скорее, да, не каждый микросекунд, может быть, чаще, этот системный таймер генерирует прерывания по таймеру. Я его на любом обозначу, для того, чтобы показать, что это самое высокоуровневое прерывание. Прерывание по таймеру самое высокоуровневое. Естественно, что прерывание по таймеру, его время действия не должно превышать время между прерываниями, на чем он будет занимать все время вычислений. Но он должен так интеллигентно очень быстро раз обработали, раз обработали, ну и он что делает? Тикает системный часик. Кроме того, он может выполнять дополнительную функцию. Например, быть гипервизором операционной системы и переключать вычислительные процессы между процессом 1 и процессом 2. То есть у меня есть некий, представьте себе, вот это вот умное прерывание по таймеру, которое смотрит, процесс 1, ты уже поработал, вот оно прервало, процесс 2, а это у меня гипервизор. Давайте я обзываю планировщик. планировщик, который висит на прерывании по таймеру. Вот он проснулся, а он просыпается каждый там, так, M3, каждый сколько-то там, микросекун. Вот, допустим, одну микросекунду, как он проснулся, но первый уже поработал, не пора ли дать управление второму? Он подменяется в режиме стека так, чтобы возврат произошел не туда, куда было, а в другое место, а сам себе в кармашек кладет, чтобы запомнить, а куда возвращаться, где точка возврата в первый процесс. Получится так, что первый процесс поработал, а второй процесс, да, вот этот момент, пока работает планировщик, да, первый процесс поработал и ждет. Он готов выполняться, но сейчас не в очередь. Планировщик принял, ой, прошу прощения, принял решение передать по своем окончании выполнение второго процесса. Потом снова планировщик, хоп, проснулся, говорит, о, теперь второй процесс поработал, хватит ему, пора к первому возвращать выполнение. Да? Потом снова планировщик на следующее прерывание по таймеру проснулся, говорит, о, а теперь первому хватит работать, давайте к второму. Понятно? это псевдопараллельность. Псевдопараллельность. Она делает методом чередования. И получается, что у нас и первый, и второй процесс выполняются как бы, вот как решеточка, вот так, по очереди. Этот механизм еще называется карусель по-русски, а по-английски вращающийся робин, раунд робин. Вот так у них карусель называется. Карусель называется раунд робин. Вот поэтому алгоритм вот этот называется раунд робин. Естественно, что планировщик может работать по более умным алгоритмам. А тебе, ты системный процесс, я тебе буду больше времени выдавать, а ты пользовательность, и тебя, так это, с низким приоритетом. Ну, приоритет, так называемый. В то же время он должен думать быстро, потому что от того, сколько процентов процессорного времени он будет кушать, столько у нас будут недополучать все процессы остальные. Поэтому он должен быстро принимать решения. Но это уже отдельная область, это в классическом курсе информатики, который вы не будете слушать, как раз это семестр операционной системы, или там можно книга Карпова Владимира Ефимовича почитать операционную систему. Но это вам, вашей факультете не надо. Ну, вы поняли, да, как это осуществляется? Угу. Так. Я рассказал про прерывание аппарата. У нас время наше. Куда идет? Время наше кончается стремительно. Давайте быстрее заканчиваем. Кто же это такое? Кто же это такой планировщик? Кто же это? Это операционная система. Но она, естественно, состоит не из одного планировщика. Операционная система это целый комплекс программ, который позволяет программисту не париться об оборудовании. Программист не думает об оборудовании, а думает он о собственно базовых вещах. Ему удобнее работать с логическими сущностями. Вот я вам нарисовал венчистик. Скажите, вам будет удобно, если весь венчестер вам доступен? Только вам для того, чтобы что-то записать или читать оттуда, надо указать номер головки, номер цилиндра, номер сектора. Или даже хотя бы номер классика. Вам будет удобно так работать с венчестерами? или все-таки файлы лучше? Такие, которые называются с расширениями, с директориями. Файлов не существует. Для винчестера, для железя файлов нет. У винчестера там только самый мелкий уровень разведения, это кластер, так называемый. Все остальное это некая логическая надстройка, потому что программы не работают напрямую с хардвером. Есть софтвер, есть хардвер, но вот эта картинка, ну она обозначает некологическое взаимодействие, потому что программа выполняется на железе. У нас есть некий интерфейс. Какая программа может напрямую выполняться на железе? Мы только что обсудили. Машинный код. Но на машинном коде пишут истинные хакеры. На самом деле не взломщики, а те, кто глубоко знают ассемблеры. Обычно они даже машинный код не знают дизусть. Обычно знают ассемблеры. Это достаточно. Но так сейчас люди не пишут. Мало того, что вам надо хотя бы на ассемблеры писать, так вам еще и надо знать все про секторы кластеры и так далее. Про то, каким кодом какая клавиша обозначается, какая буква написана, раскладки. Самому следить сейчас переключаем раскладку. Какой самому все отслеживать. И возникает что? В чистом истории возникает прокладка вот такая. А именно всякие куски программ по работе с железом выделяются в библиотеке. Некоторые удобненькие наборчик библиотеки. Некоторые библиотеки. Не знаю, давайте я напишу LIBRYS. 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 И взаимодействие с железом может производиться напрямую, а еще хочешь. Да, вот я вот так вот делаю. Можно и напрямую, но можно и через библиотеки. А библиотека предоставляет более высоковровневый доступ к файлам и так далее. Однако хотелось бы как-то эти библиотеки не с каждой программной, не то, что каждая программа вычислительная закладывается, она их держит, да, а как-то обеспечить какой-то запуск программ, какой-то контекст выполнения, чтобы можно было загрузиться, у тебя что-то базовое уже было, и ты из этого что-то уже запускаешь программу. Никий базовый процесс, в котором консоль, терминал, с которым ты можешь взаимодействовать, который еще никакой реальной задачи прикладной не делает. возникает собственно операционная система, которая по сути предоставляет, это по-прежнему железо, интерфейс взаимодействия с железом. Она сама разберется как железом по командам, а наверх она предоставляет так называемый API. в каком механизме как это происходит. Мы его практически обсудили, когда мы говорили про аппаратные прерывания. Вычислительный процесс, выполняясь в какой-то момент своей жизни, может взять и сказать INT 20, интерапт, INT 20, и он сам добровольно говорит, а теперь прерывание, я прерываюсь таким номером прерывания. Это программное прерывание. Благодаря этому происходит переход к выполнению некоторой функции. А как сообщить, что именно 20 прерывание будет прерыванием операционной системы? То есть там лежит обработчик от операционной системы, который делает то, что надо. А что надо? А очень просто. В этом случае он делает так, процесс, он раскладывает как бы в регистрах процессора значения, в которых записано, что именно делать, адрес названия файла, с каким режимом мы его открываем и так далее. После чего он жмет кнопку прерывания и засыпает. Просыпается обработчик, смотрит на то, что размножено в регистре, ему все понятно, он все сделал, результат он где кладет, оставляет на рабочем стаде. После программного прерывания до и после состояния регистров отличается естественно, потому что это прерывание по запросу и вычислительный процесс ожидает нормальных каких-то там результатов. Ошибка, не ошибка, удалось файл открыть, не удалось и так далее. В результате вся возня с жестким диском, с клавиатурой, с вводом, выводом, она вся лежит на плечах операционной системы. Операционная система раздувается, захватывает контроль и становится великим властителем. Осуществляется виртуализация памяти, каждый вычислительный процесс с этого момента в принципе уже это не вполне надо называть software, а надо называть скорее приложение application app. Оно как бы прикладывается к операционной системе, без нее существовать на железе не может, оно независимо, оно написано для ее конкретного API, под другой операционной системой вычислительный процесс нормально существовать не сможет, вот и собственно она запрещает им пользоваться устройствами напрямую. Такой рычажок можно сказать есть у нее в защищенном режиме работы процесса, который позволяет как бы отслеживать сейчас системный режим значит сейчас можно прямые операции с жестким диском чем угодно с клавиатурой а когда рычажок выключен то есть когда возвращает управление планировщика к несистемному процессу то у нас что? Во-первых никаких никакого доступа к устройству хочешь доступиться к устройству делай 20 ну какой-то другой номер доступайся через операционную систему ее проси и возникает такая что приложение о великой операционной системе хочу сохранить файл она ему отвечает да благополучно сохранено файл а на самом деле она взяла или считать с клавиатуры или вывести на экран на самом деле она файл читала понимаете или параллельно писала на экран а файл тоже записывала или передавала по сети то есть она может делать не совсем то что надо перенаправлять вот вывод и так далее так последние секунду трачу на этом дело еще не останавливается потому что хочется сделать свое приложение независимым от операционной системы у нас есть пользователи мак поднимите руку пользователи линуса есть у нас ну и Windows подавляющий тем не менее я уверен что если спросить через годик то проценты будут уже другие вот примерно поровну но смысл какой хочется чтобы программа работала и там и там поэтому программу хорошо бы запускать не в рамках операционной системы а как бы на некоторой над системе то есть ну я так слежу чуть-чуть у нас есть специальное приложение так называемый интерпретатор который команды приложения интерпретируют соответствующим образом вот язык питон про который я совершенно не успел с вами поговорить он именно такой и он будет работать на любой операционной системе потому что он работает через интерпретатор это несколько замедляет его работу потому что самая быстрая работа она конечно самая примитивная жизнь неудобна то есть мы платим за удобство скоростью но зато это работает везде и работает одинаково все на этом на сегодня мы закончили спасибо вам большое до свидания аплодисменты 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 аплодисменты